Как возникла мысль вести свой собственный блог? С чего началось? С медицины или боевых искусств? Ну, я так понимаю, что вопрос возник про блог, который я веду на Яндекс.Дзен, потому что именно там у меня есть сообщество, блог, который называется «Все о спорте, боевых искусствах и медицине». Ну, такая там обозначена тематика. Вот. Так вот, что касается, давно ли появилась такая мысль. Нет, на Яндекс.Дзен я начал работать совсем недавно, буквально работаю на Яндекс.Дзен несколько месяцев, но в плане ведения блога собственного, работа – это давняя. Дело в том, что блогов у меня несколько. Когда-то на заре своей интернет-какой-то деятельности я завел свой собственный блог на WordPress, купил хостинг и, собственно говоря, стал вести там сообщество. Самое первое сообщество называлось, не сообщество, а блог, сайт. Назывался Буду Блог. А до этого был еще сайт, который был написан на джумбле, назывался Будушин. Они на самом деле и сейчас все есть, правда, они все на WordPress работают. Вот Буду Блог, он сохранил свою суть именно как блог. Там я выкладываю анонсы для статей, делюсь какими-то событиями, пишу отчеты, статьи, выкладываю видеоматериалы. И существует это все уже давным-давно. А Будушин еще давнее. Не так давно, лет несколько назад, лет шесть, может быть, семь назад, появилось сообщество докторшилов.ком. Это сообщество медицинской тематики. И совсем недавно, может, года три назад, появилось сообщество корректура.ру. Это сообщество о зоже, о спорте, о социальной психологии, в общем, о саморазвитии. Там даже написано такое кредо, что мы изменяем мир, изменяя и совершенствуя себя. Вот так вот амбициозно заявлено. И все статьи, которые я там пишу, они формируются вот в такой вот как бы блог. Так что сообщества у меня несколько. Также в социальных сетях, которые можно считать тоже разновидностью благосферы, у меня есть не только аккаунты личные, но и различные группы по тем же тематикам. Отдельно по медицине, отдельно по боевым искусствам, отдельно по здоровому образу жизни и так далее. Все они под теми же названиями. Корректура, Будушин, доктор Шилов, некоторые называются явно, искусства боевые. Так что блоги я веду давно. Но вот Яндекс.Дзен – это такой успешный довольно проект. Я считаю, что он заменяет абсолютно полностью и вытесняет такой проект, как ЖЖ, Живой журнал, Life Journal. Потому что Яндекс.Дзен, он более такой дружелюбный. Он подыскивает сам читателя. Соответственно, о материалах, о статьях узнает большее количество людей. Мне, собственно говоря, проект этот очень сильно понравился. Поэтому я завел в нем такое сообщество и не пожалел. В связи с этим я даже некоторые проекты свои буду закрывать. А те, которые я не закрою, буду просто делать репосты из Яндекс.Дзена. С чего все началось? С медицины или боевых искусств? Ну вот я вам сейчас ответил. Если мы говорим о блогосфере, то однозначно с боевых искусств все началось. Потому что первые сайты были связаны именно с тематикой боевых искусств и единоборств. И только с ними. Медицина появилась позже. Если мы говорим за жизнь, с чего моя жизнь началась, то же с боевых искусств. Потому что впервые попал я в секцию бокса в 12 лет. И с тех пор не расставался с ним. Сейчас мне 44. Значит, соответственно, вот 32 года я практикую бокс. Хотя не считаю его самой профильной частью своей. Профильный вид боевых искусств у меня это каратэ. Потому что им я прозанимался тоже уже не без малого, а 30 лет. Потому что начал я заниматься каратэ в 14 лет. И самые мои достижения большие и в области спорта, и в области саморазвития в искусствах боевых связаны именно с каратэ. Медицина – это уже когда настало время поступать в институт. Вот тогда, вернее, в последних классах школы, когда стояло дело в выборе того, куда пойти начаться дальше, я выбрал мединститут. То есть я не то, что в последний момент решил, я это заранее знал. И, кстати, занятие каратэ сыграло не последнюю роль, потому что мой учитель первый и самый главный в моей жизни в боевых искусствах, профессор Илья Йорга, он сам тоже доктор медицины, сам профессор. И, видя, как он развивает традиционный каратэ с помощью интеграции его с наукой современной, мне это понравилось, я решил пойти по этому же пути. Но для этого нужны были специальные знания, поэтому я и пошел в том числе, в том числе и поэтому пошел в мединститут. Продолжение следует...